Давайте обсудим мы с вами однополые браки. Сексуальное меньшинство в исламской стране имеет ровно одно право. Это право быть убитым без больших мучений. Но это как повезёт. Никаких других прав там нету. Отчего обсуждать однополые браки с талибами, с ваххабитами. При этом гомосексуализм там чрезвычайно развит. Развит был всегда исторически. И это на самом деле с каменного века вполне себе, да и с доразумных времён развлечения живой природы. Ничего в этом такого нет. Существуют захоронения неандертальцев и кроманьонцев, которые явно посвящены гомосексуалистам. Потому что мужчина, у которого женские предметы обихода вместо оружия, какая-нибудь сеточка для сбора кореньев и горшочек мёда, что называется, ну, есть точно так же и женские захоронения с оружием. То есть, девушки были второго направления, так называемые лесбиянки. При всём при том, это было всегда. У древних греков в античности это вошло вот в некоторую классику их существования. У римлян тоже. Но это не имеет никакого отношения к браку. Есть какие угодно союзы, дружеские союзы, союз приёмных отцов и детей, когда у вас император усыновляет, кого он хочет, чтобы передать ему империю. Разные есть типы союзов. Но браком это не называется. Ну, то есть, существовать существуете, но признавать никто не будет. Нет, а что значит признавать? Вот вы кошка. Вы хотите до смерти, чтобы вас признали кавказской овчаркой? Ну, хотите на здоровье. А чего от этого? Вы ей станете, что ли? Понимаете, это, ну, значит, вы кошка-идиотка, потому что, ну, как ещё про это сказать? Это не брак. Брак – это, исходя из истории человечества, который насчитывает, ну, чуть-чуть больше времени, чем западная цивилизация Соединённой Штаты Америки и даже гомосексуальная тема в политике. Брак – это союз мужчины и женщины, посвящённый их долгому-долгому сожисту. Он может быть освящён церковью или какой угодно другой религией. Он может быть гражданским, он может длиться без всякой регистрации всю жизнь, как у нас было в 20-е годы, когда отменили регистрацию, и масса народу жила всю жизнь, рожала детей, воспитывала этих детей, записывала их паспорта, но до ЗАГСа просто не доходило, ну, не могли они. Но это всё равно брак. Так, когда у вас двое однополых партнёров, хоть мужского, хоть женского пола, живут вместе, но тоже было и в нашей стране, посмотрите историю наших каторжных поселений, где малая земля, она жила всегда отдельно, чем большая. Потому что в зонах, в закрытых учреждениях, неважно, это балетное училище или армейский коллектив в далёком гарнизоне или, уж простите, семинария церковная, что вполне известно, гомосексуализм, он же мужеложество, вполне распространен. В каких-то культурах он даже и не обращает внимания хоть у тех же японцев, в каких-то культурах он строго запрещён, как у тех же евреев, от которых это перешло в христианство, вопреки всяческому сопротивлению античности. Ну, ради бога, и в аврамических религиях типа ислама это тоже перешло от евреев в Старый Завет, потому что не случайно на Ближнем Востоке, строго говоря, гомосексуализм был чрезвычайно известен. До врамических времён, до монотеизма, ну, вон, тысяча, одна ночь, господи, все памятники говорят о чём угодно, но опять это не брак. Когда вы говорите, это брак, ну, на Западе это такая фишечка на тему того, что есть имущественные отношения, надо пособие, надо завещание, надо чтобы это... Если у вас есть огромный комплекс имущественных вопросов, юридических вопросов, который расписан под институт брака, то люди, у которых сожительство однополое, для того, чтобы решить эти вопросы, им проще сказать, у нас это тоже брак. Гораздо проще, если вы, конечно, не Франсуа Ланн, не Хиллари Клинтон, то есть у вас есть мозг в голове, а там не целиком кость и политкорректность с политическими спекуляциями. Если вы уж хотите так эту категорию избирателей привлечь к себе, ну, распространите, ради бога, такого рода законодательные вещи на союзы людей, не являющиеся браком, но постоянно проживающих вместе. Пошли, как всегда, самым идиотским путём. Решили всё перенуть ног на голову, назвать это браком, в результате во Франции Алланда освистывают. Дело в том, что толерантность – это вообще слово противное, потому что оно же в честь князя Толерана возникло, который был гнусный предатель всего. Он вообще всех предавал, Бурбонов, Наполеона, предавал и продавал. Я, по-моему, к толерантности отношусь как-то сложно. Терпимость есть такое слово. У нас есть своя культура. Мы не разложились, мы не находимся в том состоянии упадка цивилизации, если угодно. Что вовсе не означает, что она плохая, низкая. Вот она пожилая, она долго-долго жила, и дряхлая она стала. Что теперь поделать? Старенькая Европа, Америка удивительным образом с бешеной скоростью приближается к этим же параметрам. Но мы не находимся на этой стадии. Такие брутальные, плохо выбритые мужики, которые не очень забыли своё предназначение, очень многие. И женщины, которые к изумлению и отвращению многих моих американских знакомых носят красивую обувь, красиво одеваются, изящны, употребляют косметику. Они женщины. Им можно открыть дверь, пропустив их вперёд, подать пальто. И на вас не окрысятся с диким гумом. Ну, мы просто пережили же советский период, когда женщина боролась за равноправие, она доборолась до права носить шпалы, пропитанные криозотом, пока мужик там отдыхает в стороне. И, в общем, идея о том, как по-настоящему мир устроен, вбита была в голову всеми семью с небольшими годами советской власти. Ну, там этого не было, им проще, они могут этим инфантилизмом радоваться жизни. Вообще такое детство человечества, переросшее в старость просто без перехода. Ну, ради бога, чего обращать на это внимание вообще?